Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют Андрей Добров Ужин мертвецов Владимир Гелеровский Предисловие Я твердо уверен в том, что самые страшные преступления должны совершаться в ноябре, ноябрь, лучшее время для кровавых и загадочных убийств, или не кровавых, но все равно загадочных, и, несомненно, мрачных, ноябрь, время тьмы, холода и смерти, не правда ли, дорогие читатели? Так что садитесь поудобнее в кресло, укутывайтесь в плед, ставьте перед собой кружку с горячим чаем и отправляйтесь вслед за мной в мрачный и промозглый ноябрь 1902 года. Но только ради всего святого проследите, чтобы во время чтения никто, кроме вас, не прикасался к этой чашке чая. И, конечно же, все события и персонажи выдуманы и не имеют никакого отношения к реально жившим людям. Глава первая Мертвец в купеческом клубе Город промок и продрог насквозь. Булыжники мостовой были покрыты тонким слоем мокрой грязи, штукатурка стен потемнела от влаги непрекращающихся осенних дождей, молотивших по жестяным подоконникам и крышам. Из печных труб дым поднимался окновисшим совсем близко тучам, сливаясь с ними. Весь город пропах угольной пылью, деревянной сыростью и прелой одеждой. Свет в квартирах почти не выключали. Солнце даже днем не появлялось из-за туч, отчего Москва уже третью неделю была погружена в ноябрьские сумерки. «Я рассчитала кухарку. Ты все равно на нее жаловался?» — сказала Маша, наливая мне кофе. «Тебе посоветовали другую?» — спросил я, еще не чуя подвоха. «Нет, геляй». «А кто будет готовить?» — пробормотал я, не отрываясь от ведомостей. «Я читал колонку происшествий, а именно заметку следующего содержания. Вчера вечером в купеческом клубе на Большой Дмитровке, 17, прямо во время ужина скончался коннозаводчик столяров П.И. После подачи белуги в рассоле коммерсант неожиданно почувствовал себя плохо и с сильным сердцебиением намеревался покинуть клуб. Но Маша не унималась. «Сама». «Сама? Что?» «Сама буду готовить». «Ты?» Маша стукнула кофейником по скатерти и уперла руки в бока. «Геляй, ты считаешь, что я плохо готовлю?» — спросила она с угрозой. Я кротко поднял глаза. «Что ты? Я считаю, что ты отлично готовишь. Просто это утомительно. К нам приходят гости». Так что там случилось с коннозаводчиком столяровым? Однако в гардеробной ему стало плохо, и после непродолжительной агонии, сопровождаемой судорогами, он скончался. На место был вызван пристав Тверской части и полицейский врач. Была установлена предварительная причина смерти. «Сердечный удар». Умерший был завсегдатаем купеческого клуба, состояв в нем более пятнадцати лет, и всегда отличался неумеренным аппетитом, впрочем, как и многие члены этого клуба. «К нам приходят дикие орды, а не гости. И они съедят все, что им подсунешь между двумя бутылками». «Да-да, конечно. Горький, Шаляпин, Качалов — это варвары. Но я-то...» «Именно о тебе и речь. Ты когда в последний раз смотрел в зеркало?» Такой поворот разговора меня сильно озадачил. «Утром...» «Геляй! Я, конечно, буду любить тебя в любых объемах, но разве тебе самому не тяжело таскать такое количество лишнего веса?» «Лишнего?» — удивился я. «Чем тебе не нравится мой вес?» «Он тебе мешает. Ты даже по лестнице на третий этаж поднимаешься с одышкой». Я отложил газету. «Послушай, Машка, ты когда-нибудь видела худого слона? Нет? А худого медведя? Худого кабана? В природе худоба — признак болезни. Взрослые животные должны быть упитаны». «Сам придумал?» — язвительно спросила Маша. «А хоть бы и не сам. Но ведь верно сказано, а?» «Нет, неверно. Не знаю, как там у слонов, а у тебя с сегодняшнего вечера будет полезное питание. По последним медицинским справочникам и книгам». И тут у меня возникло страшное подозрение. «А что у нас на ужин?» — спросил я. «Ничего. Сегодня ужина не будет. Уже слишком поздно. Пей кофе. Это все на сегодня». «Так». Я поставил чашку и встал. «Ты куда?» «Пойду прогуляюсь перед сном, чтобы забить сосущее чувство голода». Я грузно метнулся в прихожую, надел папаху, схватил в охапку пальто и шарф. И зайцем метнулся на лестницу. Вдогонку мне раздалось. «И не смей жрать в городе, Геляй! Имей совесть!» Увы, я собирался сделать именно это. Поскольку дома ужин мне не светил, я подумал, что неплохо было бы перекусить где-нибудь на стороне. И раз уж в купеческом клубе кормили на убой, как следовало из прочитанной заметки, не пойти ли туда? Тем более, что надо было просто подняться по Большой Дмитровке в сторону Страстного монастыря. Заодно послушаю и подробности происшествия. Погода даже для короткой прогулки была неподходящей. Темень, холодный ветер. Удивительно, как московские улицы, такие жаркие и ленивые летом, в ноябре вдруг становились чужими и равнодушными, как будто камни мостовой и самих домов, летом теплые и чистые, теперь переворачивались другой стороной, зябкой и грязной. Я быстрым шагом дошел до огромного особняка купеческого клуба, окна которого светились желтым электрическим светом, и швейцар в уже зимней ливреи открыл передо мной тяжелую дверь. В просторной гардеробной я обратил внимание на пустоту, шуб и пальто почти не было. А дородный гардеробщик дремал на табуретке в углу, уронив на колени газету. Я разбудил его, сдал свое пальто и папаху, получил латунный номерок и по широкой мраморной лестнице поднялся наверх, в столовую клуба. В большой столовой народу обычно было много, в воздухе висел сигарный дым, вечером бывали здесь и концерты, пел русский хор из Яра или цыганский из трактира Тестова. Но только не сегодня. В столовой было необычайно тихо. На кожаном диване около большого камина шептались о чем-то двое господ. Столы, стоявшие буквой «П» вокруг огромного персидского ковра, пустовали. Только один официант торчал слева у двери, ведущей на кухню. При моем появлении он даже не встрепенулся. Удивляясь тишине и запустению, я сел за один из столов и подозвал официанта. «Что это?» — спросил я его. «Отчего такая пустота? Куда все подевались?» Официант сделал каменное лицо, пожал плечами и ответил. «Не могу знать-с!» «А что сегодня на ужин?» — спросил я. Официант замялся, потом нагнулся поближе к моему уху и прошептал. «Ничего-с!»